Особое мнение на 101FM В детский сад Или собираются отправиться в школу То есть для тех, у кого меняется что-то в жизни Так прямо кардинально Буквально сейчас Я пыталась несколько минут назад Зайти на образовательный портал города Кирова Накануне, как я понимаю Там появилась информация о Выдаче путевки, направлении в детские сады И вот сейчас портал, к сожалению, висит Висит, вообще не зайти на него Никак не получается Не посмотреть ничего Ольга, это вот с чем связано? То есть почему туда такое количество народа побежало Как я понимаю, из-за этого именно технические сложности Да, у нас как обычно, так скажем В конце марта, начало апреля Выкладывают график раздачи путевок В детские сады, и все родители с нетерпением ждут Все-таки дадут им место в детский сад В этом году, не дадут, какие даты им будут звонить И тогда, соответственно, родители пытаются Максимально для себя эту информацию получить И просто портал, скорее всего, висит Потому что сегодня с утра родители массово Начали смотреть, а когда же Вчера все работало Я чуть попозже, мы подготовим график Выложим картинкой То есть просто физически пока не успели Табличку, да? Табличку, да, чтобы было удобно и посмотреть Ну и, соответственно, со следующей недели Путевки начинают раздавать Сначала льготникам, льготным категориям Детям постарше будут вообще поздно давать В зависимости от, есть ли у вас льгота Внеочередная, первоочередная, преимущественное право То есть все это надо учитывать Также вообще учитывается, есть ли прописка в городе Кирове Или в городе Кирове прописки нет В общем, для всех этих категорий детей Разное время обзвона И вот на чем хотелось бы обратить внимание Что, к сожалению, несмотря на то, что вроде как У нас там 21 век и мы уже даже не один раз подходили К этому моменту всего этого Сделать эту процедуру максимально удобной для родителей Мы, к сожалению, никак это не получили до сих пор Несмотря на то, что в 2019 году мы участвовали В разработке программы «Иду в саде» Когда мы должны были зайти на сайт Смотреть конкретно детский сад, который нас интересует Смотреть, есть ли там места свободные Какого возраста детей туда берут Куда можно было бы позвонить и далее К сожалению, это ничего опять не работает И все бедные заведующие, сотрудники непосредственно этой комиссии Которые распределяют путевки Будут опять в ручном режиме Корректировать, раздавать Подать о рождении, осмотреть И, соответственно, обзванивать вот эту всю массу родителей Которые претендуют в этом году на места в детские сады А родители как-то заявились о том, что они претендуют? То есть у них заявки где-то лежат, да? Да, да, то есть когда ребенку исполняется два месяца По закону об образовании Родитель может подать заявку на детский сад Соответственно, можно это сделать не в два месяца Это можно сделать гораздо позже Да, но не факт, что тебе достанется Нет, вообще не факт То есть, соответственно, по регламенту у нас расписано следующим образом Что мы путевки раздаем в зависимости от льготы и даты рождения И если так случилось, что в детском саду конкретном Осталось одно место И на него претендуют два ребенка с одинаковой датой рождения Тогда будут выбирать того ребенка, кто подал заявление раньше Понятно То есть там мама, которая два месяца переживала, когда было ребеночку Либо той маме, которая не переживала за это совсем Ей как бы места не дадут Но таких ситуаций, я думаю, что за всю практику были единицы Бывали истории, кстати, когда близнецам давали разные детские сады Потому что вот есть одно место, а второго места нет Бывали истории, и действительно как бы жаловались родители А можно разве детей-то разделять? Ну вот сейчас, когда у нас есть преимущественное право Когда мы ведем младшего ребенка туда же, куда ходит старший ребенок Оно как бы работает Ну да, то есть в принципе это родители, конечно, удобно Куда ходит старший ребенок, туда вести младшего ребенка Но опять же вопрос-то в другом В том, что почему ребенок, не имеющий брата и сестры Там как-то чем-то хуже, чем ребенок, имеющий уже старшего ребенка в детском саду Бывает ведь история, когда вот в том году Это, кстати, было прям красной линией Что дети, у кого есть старшие братья и сестры в детских садах Они имеют преимущественное право И если в этом детском саду, куда уже ходит старший ребенок, места нет То почему-то все равно младшему ребенку дают место раньше Чем всем другим детям без этой льготы Вот этот-то момент, мне кажется, совсем несправедлив То есть да, конечно, когда мы говорим про какой конкретный детский сад Куда у ребенок посещат, старший ходит То есть тогда, наверное, да, стоит рассмотреть Но если мы говорим о том, что почему-то, имея старшего ребенка Твой младший пойдет чуть раньше, чем все остальные Не имеющие льгот Ну вот этот странный момент Я сама возила детей в разные детские сады Не смогла я воспользоваться вот этим преимущественным правом Несмотря на то, что оно было, прокуратура мне тогда ответила Что ничего не нарушается И я возила одного ребенка не так далеко от дома А второго в Макарье Ну то есть там буквально за 10 километров от дома В Макарье? Да, я возила в Макарье ребенка младшего Ну буквально полгода потом Вот в том детском саду, куда ходит старший ребенок Место освободилось и нас через полгода перевели А вообще место в детском саду каким образом освобождается? То есть ребенок куда-то переезжает вместе с родителями, например? Или как получается? Ну смотри, сейчас начинают когда раздавать путевки Родители когда будут видеть, что им не дают тот садик, который они хотели Рядом с домом или какой-то они прямо для себя присмотрели и так далее Они будут брать что-то более отдаленное И будут думать, что будем мы туда возить или не будем Вот попробовали они 2-3 дня, 2 недели повозили И сказали, нет, нам это неудобно И начинают отказываться Либо начинают просто там каким-то образом еще родители решение принимать Что они в детский сад ходить не будут и путевки забирают Тем самым места освобождаются и какие-то определенные передвижки возникают Ольга, я помню, несколько лет назад ведь говорилось о том, что будет на официальном, чуть ли не городском уровне Создана некая система обмена путевками То есть я не знаю, почему не получается это сделать сразу в момент подачи заявлений Потому что у нас бывает, по-моему, на сайте Кировчанка даже вот эта история Она довольно часто Да, эти истории частые и сейчас как раз Когда родители говорят, у меня есть путевка вот в этот садик, нам неудобно, а мне нужно в таком районе И туда приходят родители и говорят, о, а мне нужен ваш район Это получается, знаете, как раньше цепочки выстраивали с квартирами, да, вот это вот По обмену, кто куда переезжает И здесь такая же история Ну, в последнее время немножко это поменялось То есть не так часто родителям удается обменяться Вот вчера, кстати, в диалоге я видела, что родители как раз-таки обмениваются Вот, например, у нас есть в Чистых прудах 24 детский сад Сейчас открыли не так давно 24 дробь 2 корпус И вот как бы родители начинают раздавать путевки 24-24 А потом по факту оказывается у кого-то первый корпус, у кого-то второй Они там не совсем рядом друг от друга находятся И вот тут уже родители внутри начинают А давай поменяемся, кому как удобнее и ближе Вот если, допустим, мне там, например, дали путевку в Чистых прудах У меня там есть путевка в Коминтерне, и нам бы надо наоборот Такое, скорее всего, вряд ли будет Ну, хотя не удивлюсь В смысле, не получится найти человека, который вы найдете Не получится найти, почему? Потому что должна быть дата рождения Либо одинаковая, либо близкая Потому что путевки же раздают непосредственно по дате рождения И, соответственно, ребенок, претендующий раньше на место в детском саду Он и получает место в детском саду более выгодно, более центре Как ему удобнее А если ребенок маленький, то ему уже дают по остаточному принципу И там, условно, могут дать тоже Нововятск или Силу Русское И, соответственно, там не будет просто детей Там нет такого количества детей, как в Кирове Да, 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 но в Нововятске в этом году брали детей там двух лет То есть, в принципе, ясли, вот именно ясли, о которых мы говорим Более-менее в Кирове начинают работать, но в Нововятске, в Русском, в Сидоровке То есть там нет такого потока детей Там, в принципе, столько детей не проживают И там места есть Если родителю очень необходимы ясли Если ребенка действительно некуда деть, то вот как вариант Возить его в Нововятск есть А если ты живешь в Нововятске, то тебе повезло В общем, это к вопросу о том, кто собирается покупать недвижимость сейчас Вдруг есть такие Рассмотреть стоит Рассмотреть все эти районы, где нет проблем с детскими садами Да, если говорить все-таки о проблемных районах, они все равно остаются Это зональные, это вот южный берег, это чистые пруды Хотя там построили пять детских садов, но их просто не хватает Представляете, сколько детей в чистых прудах, и они все идут в эти пять детских садов Но опять же есть картина, когда в чистых прудах раздают ясли А ясли раздаются детям двух-трех лет Это после первого сентября, получается, 19-го года рождения И наоборот, из города теперь уже в чистые пруды везут ясельных детей А чистым прудам старшим детям эти места дать не могут Потому что они только для детей младше трех лет И вот это, конечно, катавасия у нас существует И, наверное, она еще будет долго Потому что сейчас еще пока все равно детей много в детские сады есть Несмотря на спад рождаемости в целом Все равно сейчас получается, какой год рождения пойдет 19-й Соответственно, все равно еще там Большой прирост был Поэтому, наверное, родителям стоит попоездить еще Придется, точнее, попоездить еще в разные концы города А мы можем вообще сказать, что проблема становится менее острым С местами в детских садах? Да, я думаю, что мы сказать так можем однозначно То есть все, что было, когда мы в детский сад пошли Когда у меня старший ребенок в детский сад пошел Когда там была нехватка 3000 мест Вот именно там детей трех лет, уже старше трех лет Сейчас, конечно, такого нет Сейчас там, да, дети августа Вот когда им уже три исполнилось И дети же с 1 августа идут в детский сад Вот тут как бы будет проблема такая определенная Именно в центр попасть в детские сады Ясельников по своему графику берут Ну, в общем, надо вникать То есть те родители, которые идут в этом году в детский сад Я думаю, они эту проблему не знают Они эксперты в этом вопросе Они уже вникли, они уже примерно понимают Но вопросов, конечно, очень много Попаду ли я в этот детский сад? Есть ли места в этом детском саду? Конечно, родители очень переживают Потому что все равно же надо выстраивать свою жизнь Понимать, пойдешь ли ты на работу Потому что там ребенку три года исполнилось И надо на работу выходить Или бабушек надо привлекать Или еще какой-то вариант искать Частный детский сад присматривать и так далее Конечно, вот дотянуть с графиком до последнего И там выложить его в апреле Ну, наверное, немножко неправильно То есть что нам мешает этот график сделать раньше? То есть, ну, как-то места, видимо, высматривают Отчитывают, не понимают до последнего Сколько их будет по факту Я хотела спросить А та проблема, которая стояла у Острова с детскими садами Она сейчас переехала в область постарше? То есть в область школы она переехала, получается? Да, сейчас огромная проблема У нас сейчас мы с нами в первые классы И чтобы попасть в первый класс Это прям нужно пролезть Можно и завтра начинается запись? 1 апреля, да, мы начинаем подавать заявления в первые классы Все, мне кажется, этого прям ждут Не зависит ли портал? Как нести? Бумажно, не бумажно? То есть вот куча этих вопросов Потому что родители действительно переживают Есть у нас школы, где действительно мест меньше Чем детей, проживающих на территории И эти родители еще вдвойне находятся с вопросами А что делать-то вообще? Как в школу-то попадать, ночевать? То есть есть у нас школы, где у нас родители В очередь занимаются за сутки И стоят, ждут, чтобы просто первым подать документы То есть речь идет просто про обычные Общеобразовательные школы Которые расположены в тех районах Где много будущих первоклассников Да, но у нас вот сейчас критичная ситуация В комментариях 33-й школы То есть там, допустим, на 120 желающих Ну примерно 60 мест будет Соответственно, половине детей Надо куда-то тоже будет пойти Да, у нас там есть школа номер 9 Но она там сильно дальше есть Там на красной химике Но туда же тоже надо все ездить Это все равно первоклассник Это рюкзак, это утро Но это, в конце концов, вообще маленький ребенок Маленький ребенок Это, соответственно, вами Либо надо не работать и контролировать этот процесс Либо ребенок, это будет до такой степени самостоятельный Залезть в этот автобус Ну как бы это тоже целое дело То есть да, вот такие школы у нас есть Чистые пруды, опять же Хоть новую школу открыли Но там мест мало И много желающих попасть именно в новую школу Не надо забывать, что у нас есть преимущество Братьев и сестер Которые пойдут в первую очередь По федеральному закону И, соответственно, эти дети имеют преимущество И вот, допустим, та же там 25-я школа Скорее всего, она там первоклассников Максимально будет набирать именно братьев и сестер Из тех детей Из желающих детей, которые должны попасть, в принципе Хоть и по прописке Вообще эта история, я так понимаю, что характерна для микрорайонов Либо отдаленных от Кирова, да Где не так много школ В пешей доступности, да Как мы говорим про комминтер Либо для районов, где массовая жилая застройка Ну вот молодые семьи, где много детей Да, то есть проблема есть Есть школы, где проблемы нет И где волноваться не стоит Все дети попадут, еще места останутся И не зря нам как бы сейчас массово говорят о том Что вы не переживайте Место в первом классе достанется всем И если в ту школу, в которую вы планировали пойти Даже по прописке вы не попадете То мы вам подыщем какую-то школу другую Но где эта школа будет Это тоже вопрос Это так же, как с детскими садиками Когда есть центр, приходится в Макаре возить Или это все-таки поближе? Ну да, не факт Не факт? Не факт Вполне возможно, там место останется в Ганино, например И поедешь в Ганино учиться Ребенок, первоклассник Ну а что делать? То есть у нас есть нормативы определенные То есть там на квадратной В классе определенное количество детей должно находиться Ну вот допустим, у нас там стоит 30 парт Ну мы же там 35 не посадим Ну где-то садят То есть у нас вот как бы пытаемся сейчас Таким образом выйти из ситуации Что мы максимально классы забиваем То есть представляете, как его учителю Работать не с 25, а с 35 Ну если детям самим тяжело Вот где-то есть школы, которые говорят Ну мы просто не посадим физически Соответственно, куда нам еще брать Поэтому, да У нас есть и в центре, в принципе, есть школы Которые, наверное, не так насыщены То есть ну как бы за счет их будем Максимально перераспределять микрорайоны Но хотя бы тут не так далеко, может быть, будет Я вспоминаю просто свое школьное детство Да, я училась в 58-й школе Ну там, кто знает, это улица Милицейская Между цирком и центральным рынком У нас, когда вот была эта история С большим количеством желающих пойти в школу Застроили, я помню, все рекреации То есть из них сделали тоже учебные классы Классов параллели создали больше Не самые, конечно, хорошие условия, наверное, для детей Что не побегаешь на перемене, не поиграешь Ну хотя бы ты тут недалеко от дома ходишь в школу Да, да Сейчас такая же ситуация Тоже максимально нам все кабинеты Спортзалы в классы переведены То есть там где-то было можно сделать Кабинет директора где-то отдали под класс Потому что ну как-то учить детей надо Вот, и, соответственно, в любом случае В школу-то пойдут все Ну, конечно, с чем? У нас по закону об образовании По закону об образовании Очень много стало историй семейного образования В связи с этим Совсем родители, посмотрев на все, на это Понимают, что мы пойдем непонятно куда В какие условия Кто будет учитель Где-то учителя вообще нет И многие принимают решение перейти на семейное образование То есть это дома, да, ребенка учат? Ну, то есть, нет Кто же из родителей? Можете учить ребенка и не дома Вы просто забираете документы из школы И можете там, условно, репетитора нанять Вы можете, есть у нас частная школа К частным школам присоединиться То есть вы для себя выбираете ту форму Которая вам удобна Но в школу Вот как мы ходим каждый день в школу Вы не ходите Вы потом сдаете тестовые задачи Как бы экзаменационные вещи Там в конце года И вас либо переводят, либо не переводят В зависимости от подготовки А тут в этот момент у ребенка нет социализации? Ну, какие-то родители осознанно на это идут То есть, допустим, может ребенок там В это время заниматься спортом То есть в другом месте общаться В другом месте общаться А кто-то действительно просто сидит дома И не общается Ну, семьи есть разные И, кстати, семейное образование Оно такое сейчас стало довольно-таки актуальным И процент, я думаю, что мы увидим рост То есть это не обязательно родители неработающие Нет, нет Есть иные способы Ольга, хотела вас спросить по поводу Так называемых, я не знаю, престижных школ Да, элитных школ У нас, понятно, есть гимназии и лицеи У нас есть те школы, которые пользуются Популярностью Которые хорошие, да, пользуются популярностью Есть учителя в этих школах, которые пользуются популярностью Ну и вот 1 апреля, как я понимаю Это такая дата-икс Мы вчера с Николаем Целищевым общались С директором Линтеха нашего, да, школа номер 28 Он сказал, что у нас обычно бывает так В первый день приема 3-4 часа просто аврал И через 4 часа все Первые классы набраны И вот ощущение от моего общения с директорами Подобных образовательных учреждений Вот вся эта история с федеральными льготниками Региональными льготниками Это вот, ну я напомню, там силовики, судьи Судьи-то нет Судьи-то не подходят в школу Потому что у судей льгота должна предполагать под собой интернат А у нас школа не имеет общежитие Соответственно, судьи льготой не пользуются в данной ситуации А у нас льготники, прокуратура Нет, прокуратура тоже, кстати, такая же, как по судим Следственный комитет туда же У нас, получается, региональные льготы Это медики-преподаватели И федеральные льготы Это, получается, там МВД Нету с собой меня под глазами Ну вот, в принципе, эта категория льгот Они там, ну, многодетные Многодетные сюда не входят в льготную категорию для школ Братья и сестры, они имеют преимущественное право И они еще и вперед льготников идут И вот, собственно, ситуация следующая Получается, что в эти школы, так называемые, престижные Часто вообще со стороны не попасть Ну вот, когда у нас ввели федеральное преимущество братьев и сестер У нас, вот как раз-таки, в престижные школы Стало попасть максимально сложно и трудно Потому что детей набирают немного Обычно, вот в ФМЛ, допустим, это один класс В ВГГ в этом году тоже, кстати, один класс До этого было три И это связано как раз с этой причиной Потому что нужно брать детей льготной категории Не всегда тех детей, которых хочется взять Допустим, на курсах, которые показали Там максимальные баллы, их не берем Потому что они льготы не обладают После подготовителя После подготовителя Но опять, с другой стороны, у нас нет отбора в первый класс Поэтому тут школа выкручивается вообще как может Допустим, тот же ФМЛ, например Пришли к нему на курсы 200 детей Получить вот эту образовательную услугу Научить детей в школе развития И из этих 200 детей сформировался какой-то определенный рейтинг Но он внутренний Никто не говорит, что я возьму только этих 10 человек вперед Нет И мы дальше все равно вперед берем только льготные категории То есть из этих льготников мы уже, грубо говоря, для себя как-то понимаем Умнее и неумнее То есть родитель может воспользоваться этой льготой И если родитель понимает, что он не силит лицей Что тяжело будет ребенку учиться Все равно там требования выше и так далее И он просто заявление не подает Ну тогда он как бы делает хорошо в первую очередь ребенку Вот, а если родитель говорит, что нет, я все равно хочу Потому что у меня там по месту жительства школа Совсем меня не устраивает и так далее И подает, то вполне возможно лицей не сможет ему отказать А вы вообще вот как мама, как считаете Надо ребенка сразу же в школу там с углубленным изучением чего-либо определять Вот, просто родители-то бьются за это, да С Цельщевым Николаем мы вчера говорили Он говорит, что вообще в принципе Мне кажется, что не стоит так биться Вот именно за место в первом классе В гимназии или в лицее Лучше вложиться Лучше ребенка отправить в школу по месту жительства Чтобы у него не было проблем там через полгорода ездить условно Пусть он это время потратит там на углубленное изучение того, что ему нравится И тогда после начальной школы, когда он себя уже хорошо проявит Его и так заметят и заберут Ну я поддерживаю эту точку зрения, тоже считаю, что, наверное, к пятому классу ребенок уже больше понимает Куда же он более там предрасположен, да, и куда ему лучше идти Но проблема-то возникла ведь не потому, что родители так хотят в лице и гимназии Проблема-то возникла именно из-за нехватки мест в школах по месту жительства И когда там в школе по месту жительства приходится переодеваться на улице Или там есть в подвале То родители пытаются как-то решить эту проблему вот таким образом Чтобы попасть хотя бы в лице или гимназию И опять же вопрос продленок, да, который мы там с вами задевали То есть там в той же православной гимназии или в ФМЛ продленка есть Потому что дети учатся в первую смену И родители тоже этого хотят Потому что ребенок пристроен, он там 8 ушел, в 5 забрали с выученными уроками Где-то там понятно, что дома еще заниматься Но в целом-то как бы вот эти условия Он, по крайней мере, на улице не болтается один без присмотра А так из обычной школы там его в 11-12 в первом классе выставят И, соответственно, куда родители тут делаются работающим Коллега наша Мария Кожевникова рассказывает У нее как раз сын идет в первый класс в этом году Изначально говорят, что будет 3 урока Причем там пока привыкают ребята, будут 3 урока по 35 минут То есть это 2 часа В 8 часов начинаются уроки В 10 часов ребенок освобождается из школы А родители в это время уже на работе Вспомните, как мы ходили к маме на работу С ключом на шее С ключом на шее, либо к маме на работу Да так же точно будет, конечно Ну либо бабушки где-то будут помогать А бабушек нет Ну будет родить ребенок максимально самостоятельно Приходить там кушать самостоятельно и так далее Где-то бегать во дворе Ну, то есть, в принципе, наверное, все через это проходили Поэтому, когда мы возвращаемся к лицем и гимназиям То есть родитель, он не потому, что он прям считает, что его ребенок гений И он хочет, чтобы он учился именно там Он какие-то условия еще рассматривает дополнительные Которые лицей и гимназия может предоставить Ольга, а вообще вот в частном секторе, если мы говорим Я понимаю, что есть частные детские сады Есть, как вы сказали, частные какие-то школы, например Можно даже онлайн А вот эта история с продленками Она вообще насколько развита в нашем городе? Я думаю, она есть, но не массовая То есть, в принципе, какие-то вещи именно продленочного характера не существуют Но это ведь тоже процесс, который нужно организовать Это и помещение должно быть, в том числе, соответствовать Это и педагог должен быть постоянно Это место где-то погулять должно быть И это должно, в первую очередь, опять же, быть недалеко от школы А это реализируемая деятельность, да? Нет То есть, может любой желающий, в принципе, организовать Ну, это когда, как уход и присмотр, как по принципу частного детского сада, если идти И, опять же, вопрос, что это должно быть недалеко от школы То есть, мы должны проанализировать вообще потребность Что именно в этой школе найдется столько детей, которые заполняют эту продленку Это будет недалеко, и он придет сам из школы Чтобы родитель его не приезжал, не контролировал, как он там перейдет дорогу и так далее То есть, она не массовая, эта история в городе Но вполне возможно, что... А потребность есть? Ну, я думаю, да Я думаю, что есть, но, опять же, получается, очень точечно Рядом с домом, рядом со школой Чтобы это не было так, что нужно еще на автобус ездить и поехать куда-то в другое место Потому что в другое место поехать, это и музыкальная школа, и там, и спортивные какие-то занятия Ребенок, наверное, все равно у активных родителей будет задействован Поэтому родители его будут возить, или ребенок сам уже будет ездить То есть, каждая семья уже для себя сама решает Ольга Трыкина в нашей студии, председатель организации «Родительский контроль», депутат Законодательного собрания Кировской области Мы, Ольга, с вами в прошлых наших встречах, при прошлых наших встречах поднимали тему качества школьного питания Хотела вас вот о чем спросить Накануне видела сообщение о том, что Единая Россия собирается, я не знаю, как-то поднять тему стоимости школьного питания Потому что, по их данным, продуктов, я так понимаю, что речь все-таки идет о Москве в первую очередь По прежним ценам в тех организациях, которые продукты предоставляют для школ, осталось на неделю А новые цены по многим позициям выше на 30% Это что значит сейчас? Если быстро-быстро не подсуетится наша региональная власть, например, или федеральная власть То наши дети будут хуже питаться Ну, я не знаю, будут ли они хуже питаться Ну или просто меньше есть, извините Ну, наверное, вот порция меньше Ну, вопрос качества питания, он вообще открытый давно уже стоит То есть, насколько дети вообще, в принципе, едят И, ну, наверное, по пальцу можно в школу перечитать Дети действительно едят, и действительно вкусно, и качественно приготовлено Где не выбрасывается Это все Да, действительно, проблема большая То есть, у нас есть несколько нормативов, которые это питание контролируют У нас есть тариф, по которому детей нужно кормить Это около 60 рублей в день Обед должен составлять Соответственно, мы тоже не можем из этого выходить У нас есть БЖУ, то есть непосредственно Калорийность должна блюдо соблюдаться А говорено, что это должен быть горячий обед Это должен быть гарнир, котлета Чай, напиток и хлеб То есть мы из этого тоже никуда не выйдем То есть тут получается, внутри этого блюда Придется как-то экономить Или наоборот, каким-то образом Закуп продуктов ввести, чтобы хватало Что про Киров Я думаю, что у нас прям запаса какого-то Вообще нет, если про Москва горит на 2-3 недели То я вообще не уверена, что в Кирове какой-то запас Существует, что нам хватит на ближайшее Время до мая дожить, точно нет То есть все равно будут сейчас проводиться Торги по завышенным уже ценам По повышенным ценам Продукты, которые Непосредственно необходимы в питании То есть эта проблема есть У нас будет завтра пленарное заседание Никакой вопрос не поднимаем По повышению изменений у бюджетных средств В том числе на перевод на детское Бесплатное питание То есть, соответственно, пока мы живем По старым ценам, по старым нормативам Но еще надо будет обратить внимание У меня этих цифр нет Но, значит, каким образом У нас, в принципе, сейчас Сколько средств осталось? То есть есть ли, может быть, у нас Запас какой-то? Запас средств и Остатки, грубо говоря То есть когда на дистанционку дети выходили То есть экономия какая-то осталась, допустим И, соответственно, может быть, ей воспользоваться В какой-то момент Ну и опять же, давайте не будем забывать Что мы не так давно покупали шоколад Аленка В два раза дороже, да Непосредственно, чем он был на рынке Потому что, ну, было так удобно А то есть мы можем себе это позволить? Мы можем себе это Ну, не мы можем себе это позволить Комбинат питания себе это периодически позволяет То есть, может быть, у них внутреннее Когда моржа уменьшится, да То есть, в принципе, дети будут В любом случае накормлены Ну, проблема есть В любом случае проблема есть Как из нее выйдут, посмотрим То есть, наверное, будут, может быть, На гарнирах экономить Там не будут ни макароны закупать Там по 50-60 рублей А капустой будут кормить Потому что она дешевле, наверное Не знаю Мама вчера рассказывала, что капуста По 100 рублей уже Ну, вот видите, уже не выход То есть, вполне возможно, что там компот будет Не из смеси сухофруктов Которая к нам тоже приезжает Да, не российского там производства А чаем обычным черным там будем Поедите Есть еще история с капремонтом детских садов Капремонтом школ О которых тоже много говорится И со строительством Кстати, вчера Дмитрий Сергеев у нас в студии Тоже говорил, что есть проблемы, да Мы понимаем, что не все застройщики выходят Даже на вот те объекты Которые у нас вроде как должны быть построены В ближайшие годы Стройматериалы-то, они же тоже подорожали Ну, тоже та же самая проблема В принципе, как с питанием Тоже будет рост цены Цены фиксированы, торгованы То есть, как там будут подрядчики Которые вышли на торги и выиграли Исходить, непонятно пока Но я надеюсь, мое мнение Что все-таки будет в целом На бюджетном уровне пересмотрено И как бы в таких историях Вот именно в бюджетных историях Вполне возможно, что Какие-то дополнительные там средства Будут выделены А я правильно понимаю, что Учитывая там рост и подорожание всего Сейчас и затраты родителей На отправку ребенка в школу тоже вырастут Конечно, вырастут Я как бы слышу массово Что родители уже сейчас То есть, как бы готовятся к первому сентября Они не понимают, нужны им эти тетради Не нужны Но они идут покупать Потому что они пока есть Что у нас произошло с бумагой Да, да Мы видели То есть, нужна эта бумага родителю Не нужна, но он ее идет и покупает То есть, вот этот искусственный дефицит определенный В том числе, мы сами создали Но бумаги-то нет сейчас То есть, у меня там периодически бывают сообщения Продайте пачку бумаги Потому что мне она очень нужна Но в магазине она 2000 рублей стоит Либо вообще ее нет Да, конечно, все возрастет И даже сейчас уже мы видим То есть, вот просто там в констовары Я там периодически захожу Я вижу, что один тоже там блокнот Который стоил там еще месяц назад 14 рублей Сейчас уже стоит там 33 рубля Я видела сообщения из других регионов Что больницы просят приходить пациентов Которым нужно бланки анализов распечатать Со своими листочками В школах пока не дошло до такого Нет? Ну, в школах же отменили ВПР То есть, непосредственно из-за нехватки бумаги То есть, я не очень давно была Проверочная работа В энергосбытии Где мне категорически отказались делать копию Сказали, нет, мы не делаем То есть, да, везде сейчас идет экономия бумаги На всех уровнях Даже в ЗАГС-собрании у нас Если раньше там давали по полпачки бумаги Если не гурка с распечатанными законопроектами То теперь только в электронном виде В электронном виде законопроекта Ольга Трыкина в нашей студии Депутат Законодательного собрания Кировской области Председателя Организации Родительский контроль Мы сейчас убежим на рекламу И через полторы минуты будем говорить Про вакцинацию детей и подростков И летний отдых Особое мнение На 101FM Сегодня это особое мнение Ольги Трыкиной Депутата Законодательного собрания Кировской области И председателя Организации Родительский контроль Мы продолжаем Еще одна тема, Ольга, тоже мы с вами ее поднимали, это история с вакцинацией детей и подростков. К сожалению, там, ну понятно, на фоне происходящих событий потерялась совершенно вот эта вот ковидная повестка. Все, что я видела про вакцинацию детей и подростков, там датируется началом марта. По состоянию на 1 марта в регионе 780 доз вакцин для несовершеннолетних с 12 лет, насколько я помню, да, прививают у нас детей. Вот, 550 детей по состоянию на 1 марта получили вакцинацию хотя бы одним компонентом, 150 детей, соответственно, полностью. Я помню, когда мы с вами говорили на самом старте, вы тогда сказали, что проводили опрос в чате, да, и родителей какое-то прям вот совсем незначительное количество были готовы поддержать. Ну да, тогда было порядка там 2-5% родителей, которые согласились бы привить своих детей непосредственно от ковида. Вы исследовали как-то дальше, меняется, не меняется отношение? Нет, мы не смотрели эту историю, потому что, в принципе, потребности нет. Я так понимаю, сильно они пристают, сильно они говорят о том, что нужно вакцинироваться. Особых прям обращений тоже по этой теме не стало. Поэтому как-то идет все своим чередом. Наверное, те родители, которые хотят сделать прививку к своему ребенку, они ее уже сделали. Там сейчас вопрос о ревакцинации встанет и так далее. То есть где-то я слышала информацию, что кто-то хотел сделать ревакцинацию, но чтобы ее сделать, пришлось прям побегать, поискать, где же есть у нас прививка в городе. Поэтому, наверное, такая история уже стала индивидуальная. Я бы хотела отдельно рассмотреть вопрос педагогов и их обязательной вакцинации, потому что все-таки прививку внесли в календарь обязательной вакцинации. И есть истории, есть обращения, когда отстраняют от работы, когда педагоги не вакцинируются, ревакцинацию не проходят. То есть, наверное, все-таки самая болезненная сейчас у нас будет точка этой педагоги, которые могут просто не допустить к работе, потому что они не сделали эту вакцину, потому что они не хотят, или еще по каким-то своим убеждениям, если у них нет отвода. То есть это распространенная вообще прямо в Кирове история, когда педагоги отказываются? Или это разовые случаи все-таки? Ну, я не скажу, что это массово, но обращение есть. Просто вопрос в другом, в том, что сейчас там происходит. Может быть, условно, там сейчас все на полгода там ревакцинированные, да, то есть что будет через полгода, захотят ли снова делать. То есть мы все равно будем к этому вопросу периодически возвращаться, и периодически все равно будут обращения. У нас просто не стоит очередь педагогов, которые желают работать у нас в детских школах, в том числе обслуживающий персонал, нянечки и так далее, которые тоже должны быть провакцинированы, а тем более еще и с прививкой. И разбрасываться этими людьми мы себя позволить не можем, даже если они не хотят вакцинироваться от ковид. Даже если не хотят вакцинироваться, да. То есть все равно такая история, она с нами, я думаю, что она не уйдет от нас теперь надолго, может быть, никогда. Единственное, что может быть, как-то там переведут в ранг необязательных прививок. Я сейчас, кстати, подумала, что действительно подросткам сейчас, наверное, не самая актуальная история с вакцинацией, потому что я помню, когда, например, только появилась она, многие родители, кто был за, они сказали ура, теперь мы привьем ребенка, и можно не сдавать ПЦР, когда ты едешь куда-то на летний отдых. А сейчас у нас заграничного летнего отдыха, куда нужна прививка от ковид, его практически не осталось. ПЦР-то вроде все равно надо сдавать, независимостей. А просят теперь везде, да? Да, ну, по крайней мере, вот мы ездили, ну, в те времена еще, когда ковид был активен, там, в Санкт-Петербург, заселялись в гостиницу, несмотря на прививку, нас все равно ПЦР просили, поэтому все равно история ПЦР останется. Ничего себе. Ладно, вроде ковид закончился, ушел из повестки, оказывается, он все еще с нами. И вот, кстати, про летний отдых детей. Вообще что-то слышно про него? Учитывая, что, ну, мы все видим, да, что происходит с авиаперелетами, мы видим, что происходит с курсом рубля, несмотря на то, что вроде как он там снижается, валюту купить нельзя. То есть можно предположить, что заграничный отдых летний на море, скорее всего, там очень будет мало востребован. Это значит, что дети остаются здесь у нас. У нас вообще в регионе что-то сейчас происходит. Апрель ведь уже практически. Ну да, да, у нас как раз регион вступает в активную фазу по продаже путевок в лагеря. Но у нас лагерей тоже существенно меньше, чем желающих, наверное, раза в полтора. Вот вчера я общалась непосредственно с представителем лагеря, они сказали, мы брали еще больше, у нас просто некуда брать. Слава богу, отменили у нас Роспотреба, ограничение по 75%, наполняемость теперь 100%, поэтому, в принципе, лагерь уже полноценно детей, которых сможет. Путевки, я думаю, что максимально уже расписаны. То есть, может быть, не проданы, но карандаш расписаны. То есть, у нас же есть там лагеря от заводов и так далее, все равно детей берут в первую очередь оттуда. То есть, история в том, что ребенок там в регионе сможет отдохнуть в загородном лагере, ну, вполне себе реальная. И тем более у нас еще теперь появился с того года кэшбэк, когда родители оплачивают стоимость путевки, ему возвращается 50% на карту МИР. Значит, вчера я посмотрела, значит, максимальная стоимость кэшбэка это 20 тысяч рублей, а в среднем стоимость у нас лагерей вот в регионе непосредственно 18-30 тысяч. То есть, заплатив 30 тысяч рублей, 15 тысяч тебе вернется. И ребенок отдохнет, и, соответственно, вроде как и в целом путевка вышла, ну, более-менее адекватных денег. Ну, в связи с ростом, да, опять же, цен, наверное, лагеря столкнутся с огромной трудностью, потому что на них это, в том числе, коснется. А в плане, ну, там, анонсировали, что у нас будет рост, минимальная плата труда, а в любом случае все сотрудники лагеря на этом завязаны, да, то есть, как бы это пропорционально в любом случае скажется. Ну, и, опять же, продукты питания тоже никто не отменял, там, 5-разовое питание, 4-5-разовое питание в лагерях, оно присутствует в любом случае. Поэтому, да, наверное, какая-то будет опять история корректировки внутренних ценой. Ну, вот вчера я поспрашивала, то есть, сказали, что мы уже цены за смену сказали, то есть, ну, там, вятские каникулы у нас, которые представляют у нас 9 лагерей, да, в регионе, они цены не корректируют, а те лагеря, которые там сами за себя, они принялись корректировать цену, и в том числе, как бы, в сторону увеличения. Ну, в общем, только кэшбэк, наверное, спасет в этом смысле родителей. Ну, вопрос в другом, то есть, хорошо, 15 тысяч рублей, которые ты все равно заплатишь, с учетом кэшбэка, это много или мало для летнего отдыха на 19 дней ребенка в загородном лагере? Нет, наверное, это не очень много, и мы, если сопоставим с путевкой, например, на море, на русском даже, да, на русском юге, что называется, это, конечно, будет действительно там более доступно, вот, но ведь вопрос в том, что далеко не в каждой семье, например, один ребенок, да, то есть, есть, например, два ребенка и три ребенка, если хочется, чтобы отдохнул не один, да, то как? Тут уже выходит в достаточно значительную сумму, а есть вообще какие-то разговоры о том, что, может быть, ввести какую-то там, я не знаю, поддержку сейчас для родителей в этом смысле или нет? Ну, вот кэшбэк, кэшбэк, это единственный вариант пока. Ну, кэшбэк пока, да, но он такой ведь хорошо значимый, то есть, если мы в любом случае на 50% стоимость путевки роняем, то, как бы, это хорошая такая поддержка и возможность, и все ее ждали, то есть, вот, как раз тут, получается, где-то начало марта, как раз вот все ждали, будет ли этот кэшбэк, будет ли в этом году субсидирование, и вот сейчас, как бы, лагеря немножко хотя бы понимает, как они дальше работают. То есть, эта история, она не отменяется, она сохраняется, наверное? Да, ее точно уже утвердили, что это будет. Понятно. Ольга, у нас 4 минуты остается, хотела еще у вас спросить, вот, ну, если в целом говорить о ситуации в экономике, я помню, когда началась вот эта вот турбулентность там, да, экономическая, и стало непонятно вообще, что будет происходить, в этом в числе другие депутаты, по-моему, писали некое письмо, да, ну, все там, да, все писали там от своих, например, фракций, о том, что депутаты готовы там работать вместе с нашими областными властями над решением каких-то там проблем, да, в экономике региональной. Чиновники вообще как-то прислушались, вас пригласили куда-то, нет, что-то было? Нет, нас не пригласили. Месяц прошел, нет? Ну, нет, нас не пригласили, то есть мы как работаем, так и работаем. Вот завтра у нас, сегодня комитет и завтра пленарное заседание, ну, посмотрим, как бы, какие темы мы там поднимем, и вообще какие выводы будут сделаны. Ну, в целом, вот прям вопросов, конкретно касающихся темы турбулентности, да, так назовем ее, в повестке нет. А как-то вообще, то есть это вот, ну, объяснено было? Ну, у нас же есть штаб, который занимается, как бы, ну, непосредственно этими проблемами на уровне правительства, то есть разные сферы затрагивают. Но депутатов туда не позвали? Нет, депутатов туда не позвали. Ну, может быть, не всех депутатов туда не позвали, но нас туда не позвали. А как-то вообще обращения какие-то сейчас есть от жителей уже по поводу, там, я не знаю, потери рабочих мест, еще чего-то? Ну, вот у меня пока не было этой истории, что вот прям критично говорил кто-то, что как раз связанное с последними событиями, изменения в жизни произошли. То есть у нас есть обращения по, ну, там, от солдат, от комитета солдатских матерей, ну, то есть вот, как бы, вот такие вот истории есть, да, но вот именно в плане, там, потери работы и так далее. То есть с экономической точки зрения пока жалоб от избирателей не поступало, получается? У меня нет. У вас нет? У меня нет. Ну, я думаю, что депутаты законодательного собрания так или иначе все равно будут вовлечены, я надеюсь на это, по крайней мере, да, потому что, ну... Ну, мы со своей стороны тоже как бы максимально пытаемся делать все, что можем делать, да, то есть, ну, как бы общаться с населением в первую очередь. Есть ли у вас важные вопросы какие-то по повестке, которые будут завтра, ведь, да, вы собираетесь, я так понимаю, завтра у нас пленарное заседание? Да, у нас завтра пленарное заседание, но там есть технические вопросы, опять же, корректировка уставов, корректировка, там, закона к собранию и так далее, то есть, вот мы вот эти все вещи будем рассматривать, то есть, ну, завтрашний день покажет. Спасибо большое, Ольга Трыкина. В нашей студии депутат законодательного собрания Кировской области, председатель организации «Родительский контроль». Программа наша будет размещена на сайте eho.kirova.ru. Напоминаю, да, что на нашем сайте можно не только слушать эфиры, но и... Особое мнение на 101FM